Смотрите. Начнем с этой фотографии. Я ее снял с экрана. Для меня таки пока не часто. С тем как мы, я, мой брат Железов Юрий, Антон Валерий Сафронов и еще Павел Троценко сделали фильмы. Я кое-что новенькое покажу. И они начали попадать все в Яндекс. Смотрите, 443 просмотра. Нормально, нормально. На самом деле 443 тысячи просмотров. Сейчас где-то полмиллиона. Итак, если вы увидите, старая гвардия, а многие умудряются. Пошел пятый год. Пошел 163, 4-й вебинар. И, друзья мои, вы, есть люди, которые ни одного не пропустили. Если пропускали, то в записи все равно смотрели. Пожалуйста, не удивляйтесь, если я где-то повторюсь. Потому что такой был, я думаю, в этом, в Ютубе ограниченный спрос. Спрос, вы сами знаете, 9 тысяч подписчиков, это ничего. Так, ну, в общем, выходим на новый уровень. Поэтому где-то повторюсь. Не знаю, показывал ли я вам эту фотографию. Значит, еще один успех. Может, 101-й, может, 201-й. Вот этот персик, он примерно в два раза крупнее моих. Вот. Галина Яковлева Корнилова. Добрый день, Валерий Константинович. Это обычное письмо к старому другу. Инсульт, ковид, пневмония. Не знаю, как поможет сад. Но, наверное, с садом легче выжить, чем без сада. Согласитесь? Вот. Человек очень плохо себя чувствует и извиняется, что не может без ошибок писать. Ну, а я все тоже посмотрел, ахну, пишу. Галина Яковлева. Ей пишу. А подробнее? От кого эти персики? Это вместо того, чтобы пожелать ей здоровья, я запустил дела, она пишет. Ваши хасанские. И я специально подчеркнул. Из косточек, не привитые на Сахалине, в теплице. Посмотрите, из косточек, но в теплице. То есть теплица создает особое комфортное условие. Это почти субтропики. И, казалось бы, безнадежно одичавшим персиком. Это еще второй случай. Опять на Сахалине. Помните этого самого Шаламая? У него за 200 грамм были межвидовые прививки. Так, на вишню. Ну, а вы и прививать не стали. И получили тоже укропнение плодов. Теплица. Значит, теплица не отрицаем. Времена такие, что бывает, что и не выжить. Варианты пустовидной формы. Половина под снегом или теплица.